Друзья, всем привет! И название не кликбейт серия Castle и правда возвращается. Набор «Средневековая кузница», который выйдет в рамках IDS, это пример отличного, я бы сказал, идеально вписанного в концепцию серии Castle набора. И я, когда впервые, ну, видел изображение там различных вариаций наборов по теме рыцарей на сайте IDS, я все говорил, ну не выпустят, ну не выпустят, потому что это странно, серии Castle нет, а это прям она. Но все-таки я был неправ. И этому рад набор выпустят. Но не все так гладко. Есть недостаток и он большой. Это цена. Принципиально набор сделали большим. 15 тысяч рублей, 2164 детали. Среднее количество, например, для модульников «Эксперт». И тут одно необычное замечание. Для американцев набор в переводе на наши рубли 11 тысяч, для европейцев в районе 13. Видимо, те, кто составляют русские цены наборов, думают, что дворцы есть не только у Путина. Ну смотрите, друзья, давайте пробежимся по комплекту, начиная с фигурок. Их четыре. Кузнец, лучник и два рыцаря черного сокола. Ну да, это у нас, естественно, не полноценная серия. Это просто рыцари, взятые из рандомной какой-то истории. Продолжение у истории вряд ли будет, потому что это отдельный проект IDS. Я бы, конечно, хотел посмотреть на большие наборы такого типа, но пока что это вряд ли. Кузнец хорош. Лучник, ну, нормальная фигурка вполне. Рыцари сокола. У них, кстати, видите, у одного точно детали из ниндзяга. Вот этот наплечник. Мечи прикольные. И сами рыцари, они выглядят так, как, наверное, бы сейчас выглядели, ну, рыцари современного касса. Вы можете на это посмотреть. Говоря про повозку с лошадью, это классно. Мне нравится, как реализовали эту повозку. Она прям выглядит максимально приятно. То есть для тех любителей фэнтези, там, классического фэнтези, не фэнтези, а просто средневековья, она такая прям очень-очень аккуратная. Ну и, естественно, сам комплект. Да, кстати, тут есть собака. Давайте поговорим про него. Сначала общие слова. Здесь, ну, фахверк или фахверк. Ну, в общем, этот стиль, он здесь имеет место быть. Очень хорошо здесь вписался. Сам этот средневековый дом. Небольшая модель. Небольшая модель, более 2000 деталей, но очень много мелких. Черепица. Труба. Ну, короче, это как история с новогодними комплектами, там, пряничный домик и так далее. Деталей вроде много, модельки маленькие. Слева от дома есть красивая яблая. Красивая, да. Мне нравится. И ствол нормальный. Листвы мне немножко здесь не хватило, но, в принципе, более-менее. Далее мы видим первый этаж. То есть, у дома есть вот этот соколь, где как раз внутри расположена кузница. Тут отмечаю, во-первых, лестница, ведущая на первый этаж. Во-вторых, естественно, саму печь, в которой, ну, наверное, да, с помощью лайтбрика будут нам показывать, как горит огонь. Сама печь очень прикольно детализирована. То есть, она реально выглядит так, как будто сделана из камней. Ну, и, в принципе, сам фасад комплекта, он тоже, на мой взгляд, не заслуживает какой-либо критики. Очень аккуратный, хороший и вполне продуманный. На первом этаже, в общем-то, расположена сама кузница. Здесь и доспехи, здесь и все вот эти стоечки. Все это выглядит вполне здорово. На втором этаже расположена кухня, кухня-столовая, где есть стулья. И на них с помощью деталей топориков сделана спинка. Прикольно. Ну, место для готовки. Здесь вот, опять же, с помощью того дымохода, его здесь используют два раза. То есть, и для оружия, и для приготовления пищи. Еще некоторые столики. Очень аккуратно, я бы сказал. Третий этаж здесь, очень проработанная кровать. Здесь письменный стол, сундук и также камин, который от того же дымохода идет. Шкура какого-то животного, может, медведя, она здесь есть. Это добавляет определенного, я бы сказал, антуража. Ну и сам каркас вот этого дома с внутренней стороны, где вот эти дополнительные опорные колонны и все это прочее, оно классно вписывается. Мне прям нравится стиль этого комплекта. Это все выглядит очень уютно и набор мне нравится. Друзья, пишите мнение в комментариях, поддерживайте канал, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.